Вот это что такое за отрезок? Что он обозначает? Яблоки. Яблоки, правильно. Значит, сколько у нас там яблок? Десять. Десять. В этом году Виктория Звягина отпраздновала юбилей. 30 лет назад она пришла в пятую школу, еще будучи практикантом. Здесь же работали ее родители и бабушка с дедушкой. Трудовой стаж династии педагогов более 100 лет. Профессию учителя она считает призванием, а стены пятой школы – вторым домом. По словам Виктории Анатольевны, настоящий учитель должен, самое главное, заинтересовать ребенка. Нынешнее поколение детей схватывает информацию на лету, но нужно постоянно удерживать их внимание и разбавлять уроки играми. Этот возраст, с одной стороны, он благодарный, и сразу же видно реакция детей, потому что они очень открыты для знания, для общения с педагогом и с любым взрослым человеком. Но, с другой стороны, у них есть свои особенности, у малышей. Они не могут долго удерживать внимание. Им нужно все время быть, для них нужно быть все время как артистом, чтобы что-то их заинтересовать, привлечь. Особенно в наш век, когда все работают с телефонами, с компьютерами. И поэтому, конечно, в этом своя сложность. Она очень хорошая учительница, она нам много чего научила. Я в второй класс перешла, мне все нравится. В классе более 30 человек. Уделять время каждому трудно, однако педагог придумала свой способ обучения. Объединяя детей в разные группы по их интересам, навыкам и особенностям, Виктория Анатольевна находит индивидуальный подход. Без особых проблем дается и общение со старшеклассниками. Она ведет курсы профильной ориентации для выпускников, помогая детям определиться с будущей профессией и раскрыть их потенциал. Школьники уже готовят сюрприз для своего любимого учителя, который подарит ей 5 октября. Каждая открытку самостоятельно сделает, подарки какие-нибудь, букеты осенние, цветы, конфеты. Как бы мы ни уставали в своей работе, когда идешь вечером или утром, из другого конца квартала слышно «Виктория Анатольевна, здравствуйте!» Бегут, обнимают, как у вас дела, причем, когда уже проходит много лет. Есть выпускники, которые уехали и работают уже и на Камчатке, и во Владивостоке. Понятно, что жизнь разбросала их по разным местам. И когда приезжают в Анапу, стараются они именно 1 сентября подъехать, или уже в мае, и благодарят тебя. Конечно, сразу же понимаешь, что все не зря. Сегодня в городском театре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя. Администрация Анапы отметила лучших педагогов. 130 учителей получили благодарности от главы курорта. Среди награжденных знак почетного работника в сфере образования Российской Федерации получила и Виктория Звягина.